Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Этот фильм конкретно про тебя. Юрий Дудь снял фильм про ВИЧ в России. Журналист Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале документальный фильм ВИЧ в России, эпидемия, про которую не говорят, в котором поговорил с ВИЧ-инфицированными и рассказал об одной из самых табуированных тем в России ВИЧ. Свой фильм Дудь начал со статистики, несмотря на то, что многие игнорируют эту проблему, считая ее неактуальной, ВИЧ-инфицированных в России живет более миллиона, а в 2018 году от СПИДа умерли 37 тысяч человек. Также Дудь рассказал, что по количеству новых заболеваний Россия сравнима с некоторыми африканскими странами, в 2018 году Россия была признана лидером среди европейских стран по темпу распространения ВИЧ. По словам журналиста, главной целью фильма было рассказать молодым людям, как обезопасить себя и не заразиться ВИЧ, однако во время съемок команда поняла, что есть еще одна не менее важная проблема, о которой в России не говорят, это дискриминация инфицированных. Многие люди пугаются и брезгуют, если узнают, что человек, с которым они вступают в контакт, заражен ВИЧ, однако это связано, в первую очередь, с недостаточной информированностью людей об этой болезни. Также в своем фильме Дудь рассказал о том, как живут ВИЧ-инфицированные, могут ли они рожать здоровых детей и жить полноценной жизнью, чем важны уроки полового воспитания в школах и почему в России такая страшная статистика распространения болезней и смертности заразившихся. В качестве героев своего фильма Дудь позвал тех, кто живет с ВИЧ или находится в постоянном контакте с инфицированными, в том числе руководителя Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессора Вадима Покровского, директора организации СПИД, статистика, здоровье Дениса Годлевского, журналистку Маргариту Логинову и журналисты и директора фонда СПИД, центр, который открыто говорит о том, что он ВИЧ-инфицирован, Антона Красовского. По словам Красовского, самая незащищенная группа, это подростки, которые начинают экспериментировать сразу и совсем, в том числе с наркотиками и сексом. Из-за отсутствия сексуального просвещения в школах именно они находятся в зоне риска. В фильме Дудь развеял самые популярные мифы и подвел основные тезисы, которые важно знать каждому человеку. СПИД и ВИЧ — это разные вещи. СПИД возникает в том случае, если ВИЧ не лечат. И если от СПИДа действительно умирают, то от ВИЧ нет. Если у вас обнаружили ВИЧ, но вы принимаете терапию, то вы будете жить столько же, сколько и окружающие вас здоровые люди. С ВИЧ можно не только жить, но и даже рожать здоровых детей, для этого важно не прекращать принимать терапию. ВИЧ не передается через рукопожатие, прикосновение, дыхание или поцелуй, поэтому зараженных людей не нужно брезговать. Есть два основных способа передачи ВИЧ — это незащищенный секс и наркотики. СПИДа! Продолжение следует...